Именно этого игрока не хватает в сборной России для того, чтобы выиграть чемпионат Европы. Я уже не говорю о чемпионате мира. Если наши сегодняшние участники готовят так же вкусно, как и играют в футбол, я думаю, жюри будет очень трудно определить сегодняшнего победителя. А вот и галерея вкусов, а вот и султан Трамов на экранах ваших телевизоров. Дорогие друзья, сегодня у нас совсем неординарные гости, которые просто в голове не укладываются, как могли бы вообще подойти к кухонному столу, чтобы что-то приготовить. Но, тем не менее, приятный сюрприз для болельщиков анжи. Сейчас сами все поймите. В сегодняшнем кулинарном поединке встречаются два футболиста клуба Анжи. Сердер Сердеров и Шариф Мухаммад. Осудить их сегодня будут Менеджер по спецпроектам футбольного клуба Анжи Тимур Умаров. Административный директор компании Киргу Арсен Салихов. И шеф-повар ресторана Бонапети Максим Червонищий. Уважаемые телезрители, я уже привык к тому, что у нас постоянно неожиданные гости сегодня. Они также весьма и весьма неожиданные. Но это и есть самое приятное. Тем более, что я абсолютно уверен, что сегодня не только женская половина у экранов телевизоров, но и мужская. Потому что любителей футбола с каждым годом в нашей республике становится все больше. И больше это все, конечно же, благодаря клубу Анжи, представители которого сегодня здесь. Точнее, игроки, причем основного состава. Должен отметить то, что практически никакая передача дагестанской телези не может похвастаться тем, что у них бывают игроки основного состава. Сердер Сердеров, еще раз представлю вам. Очень приятно, что сегодня ты здесь. И Шариф Мухаммад. Вот такие потрясающие у нас гости. Не отходя от темы, давайте сразу определимся, что они сегодня готовят. Поймем это и спокойно начнем наше непринужденное общение на галерее вкуса. Если Сердер позвонит, я задам несколько вопросов сперва Шарифу. Шариф, расскажи, пожалуйста, что сегодня ты нам готовишь? На первое, второе и на десерт. Мы будем готовить блюдо, жарить лосось с овощами. На второе мы будем делать грибной салат. И на десерт, йогурт, мукул-микс и чернику. Вообще, бывает время готовить? Ну, не так много. Не так много. То есть, это практически дебют. Ну, оказывается, порой покупки. Да? Бывает. Не только поесть, но и приготовить. Да. Замечательно. Сердер, ну что ж, теперь твоя очередь. Рассказать, чем интересным ты нас удивишь. Ну, я сегодня приготовлю креветки в чесночном соусе, на гарнир брокколи, фасоль и цветную капусту. Это на первое. Да. Второе блюдо у нас что? Салат из морепродуктов. Здесь кальмары, креветки, осьминог и морская капуста. Ну и десерт. И на десерт я приготовлю клубничный коктейль. Клубничный коктейль. Замечательно. Вот смотрю я на ваши морепродукты, должен отметить, что они сегодня превалируют у нас здесь на кухне. И сразу видно, что представители клуба, который играет на берегу Каспийского моря. Вот, потому что действительно намек на Каспийское море весьма и весьма велик. Ну что ж, раз, два, три, поехали. Готовка началась. И по традиции несколько слов о наших сегодняшних участниках. Сердер Сердеров с июля 2012 года играет в Анжи. Его любимая кухня родная дагестанская. И поэтому любимые блюда – тонкий лесгинский хинкал и доброе даргинское чудо с мясом и картошкой. Спортивными диетами Сердер не увлекается. И поэтому может позволить себе колу и все, что приготовит мама. По мнению сына, маме удается на кухне абсолютно все. В меню Сердера перед игрой обязательно спагетти с курицей. Шариф Мухаммад играет в Анжи с 2010 года. Но особенным событием в его спортивной карьере было участие в сборной по футболу компании Киргу. Шариф родом из Кабула и может много рассказать о кухне родного для него Афганистана. Особенно интересны рассказы об отличиях традиционного плова от афганского, который готовят в двух отдельных котлах. Мы снова на галерее вкусов и у нас уже что-то здесь произошло за то время, которое мы посвятили тому, чтобы рассказать о наших участниках. Что произошло у Шарифа? У Шарифа, что у тебя произошло? Ну я подготовил лосось, запланировал его в муке. Сейчас мне нужна сковородка. Так, и что у нас будет? Надо будет его обжарить лосось. Узнаем у Сердера, который режет, нарезает чеснок ножом фирмы FISMO. Что у него произошло за это время? Я закинул креветки, жду пока они отварятся и пока масло будет обжарить. И в это время я нарезаю чеснок. Это мы готовим первое блюдо? Да, да. Ну, замечательно. Уважаемые гости, вы знаете, у меня к вам несколько вопросов есть. Давайте начнем сперва, наверное, с вашей карьеры. Как все продвигалось, как все начиналось и куда в итоге вылилось на данный момент. Сердер, ты начинал с детской команды Анжи. Да. Правильно я понимаю? Да. После был селекционер, я так понимаю, клуба ЦСКА. Да. Заметили тебя и пригласили работать в дубль ЦСКА. Не в дубль. Не в дубль. Как? Я поехал на турнир с командой нашей, Махачкалинской. Там был селекционер ЦСКА, он меня пригласил в Академию ЦСКА. Тогда мне было 13 лет. Насколько я знаю, ты играл в дубли. Ну, я не сразу в дубль попал. Через два года. В 15 лет я первый раз вышел за дубль. Еще такие интересные моменты. Июль 2011 года селекционеры Ювентуса заинтересовались тобой. Это действительно правда? Или это все на уровне слухов? Не, ну, было такое. Я, правда, не сразу узнал. Где-то через полгода после того уже, как отказали, тогда мне сказали. Ты сильно об этом жалеешь, что отказались? Я думаю, да. В тот момент я расстроился сильно. А в данный момент, находясь в клубе Анжи, ты все равно жалеешь о том, что ты в свое время мог оказаться в клубе Ювентус? Ну, как, Анжи сейчас тоже топ-клуб. Я так не жалею сейчас. Здорово. Ну, и знаменательный июль 2012 года клуб Анжи возвращает своего изначально воспитанника, который начинал именно с этого клуба. И вот по сегодняшний день ты играешь в клубе Анжи. Да. Ты играл против Крыльев Совет? На кубке, да. Да. Чем этот матч запомнился? Прежде всего голом, который я забил. Влажным голом. Тогда я второй раз вышел за Анжи. И 10 минут отыграл, забил гол. Вышли дальше. За 10 минут гол забил человек. Понимаете, да? Кто у нас сегодня в гостях. А первый твой выход за Анжи? Первый выход тоже такой получился эффектный. С Уралом вышел. Мы играли в Минджестве. Тоже кубковый матч. Вот. И по пенальти мы выиграли. Пенальти тоже бил. Да. Пенальти ты тоже бил. Это я знаю. И благодаря забитому пенальти клуб Анжи выиграл. Но здесь есть один очень-очень важный момент. Я объясню, почему Шариф Мухаммад намного-намного ближе. Потому что в свое время, я думаю, торговым домом Киргу особенности будет приятно вспомнить в этот момент. Существовала такая замечательная футбольная команда, как Киргу. И Шариф Мухаммад, правда, я не знаю, как долго, но все-таки определенный момент успел уделить этой команде. Это правда тоже? Да, правда. Буквально полгода тренировался в этой команде. Тренером был Маркаров Александр Рашуточ. Ну, в это время я часто менял команды. Был в Киргу, играл за Динамо, Махачкала. И, ну, недолгое время. Динамо, Махачкала. Тоже клуб, который, к сожалению, распался в тот период, когда Анжи начал набирать обороты. Ты из Динамо попадаешь в Анжи. Да, был просмотр, как раз Анжи вышел в премьер-лигу. Был просмотр дублирующихся состава. Я был на этом просмотре, меня взяли. В этом году, не в этом году, в этом сезоне, ты выходил в самом начале матча против «Зенита» в основе, провел матч. Как ты оцениваешь вообще свои силы? Ты уверенно провел? Перед матчем с «Зенитом» я не играл довольно-таки долгое время. И для меня было неожиданно, если честно, выйти в составе. Я не скажу, что провалил матч, но не сыграл свой лучший на среднем уровне. И такой, я хочу услышать от вас обоих, ребята, искренний ответ на мой вопрос. Вы действительно рады за то, что у нас играет такое количество звезд? Или все-таки эти звезды, вы в глубине души понимаете, что мешают вам чаще попадать в основной состав? Я думаю, нет. Мы смотрим на них и учимся чему-то. Наоборот, должны радоваться, что такие игроки к нам приехали. Года два-три назад никто даже не мог представить, что это О, даже при Карлос, ЭТО, Вильям. Мы учимся у них. Ну, о звездах клуба Анжи мы еще поговорим сегодня. Меня вот какой вопрос интересует. Вы оба разделись, выросли в Махачкале. Да. Но у Шарифа написано гражданство Российская Федерация и Афганистан. То есть их два. Отец у меня афганец. Он в 85-м году приезжал сюда учиться. Ты пытаешься? Что ты пытаешься сделать, скажи? Закончил ДГУ экономически, что-то брызгает. И здесь же встретил мою маму, женился и остались. Опа-на! Красивая романтическая история получается. Вот так. Я думаю, что вы, уважаемые зрители, многие из вас этого даже не знали. У тебя все в стиле дагестанском? Да, в дагестанском. Все родители отсюда? Да. Тоже встретились? Мы переехали в Махачкалу, в селение жили. А какое село? Алан-Мише. Алан-Мише. Ага. Как... Вот мы как бы поговорили о ваших семьях. У вас есть братья и сестры? Да, у меня два брата и сестренка младших. Два брата и сестренка. А у тебя, Сергей? У меня младший брат. Младший брат. У тебя чем занимаются два брата? Второй брат тоже играет в академии, тоже занимается футболом. Тоже попал в дубль, кстати, в этом году. Третий брат, он пока не определился, а сестренка еще маленькая. Ну, сестренка, я думаю, не будет играть в футбол? Не, я думаю, займется чем-то. А у Сердера, я знаю, что брат Шарип, и он занимался борьбой. Занимался, да, борьбой раньше. Почему не футболом? Ну, одного футболиста хватит, наверное. Родители так скажут. Просто братья Березуцки есть, и, может быть, скоро у Шарифа Мухаммада тоже будет, да, брат? Может быть, они даже вместе в одном клубе будут играть. А у тебя, значит, уже так не будет? У меня нет, уже все, брат. А в чем причина? Просто сам не захотел. Не было такого, прям, чтобы футбол играть. В общем, он решил учиться. Я правильно понимаю? Да, да, да. Да. Ну, человек выбрал учебу. А вот такой вопрос. Есть личная неприязнь к каким-то игрокам каких-то команд, не переходя на личность? Ну, может, где-то в душе сидит. Бывает желание сделать болевой прием в процессе игры, да? Да, иногда бывает. Тебя тоже, Шариф? У меня частенько. Ну, сегодня мы и не будем делать болевых приемов, потому что мы готовим сегодня вкусные, интересные блюда с игроками команды Анжи. А мы плавно переместились в комнату к членам нашего жюри, которые, наверняка, наблюдая за готовкой, уже определились со своими фаворитами. И вот я хотел бы спросить Тимура, кто, по его мнению, сегодня может победить? Я ребят знаю довольно-таки давно, слежу за их игрой. На поле они ведут себя довольно-таки уверенно. Шариф пробивает отличные штрафы, а Сердер играет на 3 атаки. Ну, а как они приготовят, мы поймем попозже, попробовав их блюда. Очень приятно сегодня на Гребе Крусов принимать наших любимых футболистов, нашей любимой команды Анжи. А как они готовят кушать и кто из них победит, это очень трудно сказать. Мы их видим в игре. Надеюсь, так же прекрасно, как они играют, так же и прекрасно они готовят. А там попробуем, определим, кто из них выиграл. Я наблюдал за ребятами, как они готовят. Смотрел по телевизору, как они играют. Я думаю, что на кухне они ведут себя достойно. И я хочу попробовать то, что они приготовили. В конце программы мы попробуем, как они готовят. А мы вернулись. Здесь в галерею вкусов, где уже у нас кое-что готово. Сердер, например, что у тебя уже практически готово? Салат уже готов. Морской вот этот салат, да? Ну, я так понял, ты особо не парился по поводу приготовления этого блюда? Да, салат быстро приготовил. Креветки уже готовы. Почти все готово, только осталось на десерт. Ну и замечательно. А что может сказать нам Шарина? Ну, у меня готовый осось, добавляем кабачки, болгарский перец. Сейчас немножко осталось и будет готов грибной салат. И тоже придешь к десерту? Да, придешь к десерту. Ну, я должен отметить то, что скорость сегодняшнего приготовления во многом, я думаю, зависела от кухонной утвари и посуды, например, фирмы Fissman, которая, я не перестаю об этом повторять, лидирует в 20 самых развитых странах по продажам. Она создана из экологически чистого продукта, не царапает никакие поверхности, никаких посуд, поэтому плюс, конечно же, дизайнерский подход. И не перестаю обращать внимание на эту красочную, радостную кухонную утварь фирмы Fissman. Поэтому тот человек, который хоть раз начал пользоваться этой замечательной посудой, никогда от нее уже не откажется. Ну и новый бренд, который вы можете наблюдать в торговом доме Киргу, это фирма Körding. Встраиваемая техника, климатическая техника, а также отдельно стоящая техника. Кстати, сегодня у нас здесь несколько образцов представлено. Например, электродуховой шкаф, стеклянная внутренняя поверхность у него, это действительно новшество в технике духовых печей, если можно так сказать. И система автоохлаждения, это тоже весьма и весьма важный компонент, который теперь входит в состав вот такой потрясающей электродуховой печи Körding. Ну и посудомоечная машина, обратите внимание на ее дизайн, вот эта замечательная крылатая фраза «Ты женщина, а не посудомойка». По-настоящему начинаешь понимать ее, когда у тебя дома именно эта посудомоечная машина фирмы Körding. Вот так. Ребята вошли во вкус, и я так смотрю, я отвлекся на спонсоров, а у них готовка идет полным ходом. Был ли какой-нибудь смешной случай у вас в команде, когда вы были в столовой или что-нибудь где-нибудь там съедобное покупали или пробовали? У меня был случай в ЦСКА. На первом сборе, когда команда ужинала, я там положился, там рис с курицей. Пока отошел за соком, прихожу, кушаю и чувствую, что перца много. Это подкололи меня так. И пошел менять еду, ну, другую еду брать. Пришел, сел за стол и выпил сок, а сок был соленый. Это как бы принято новичков так проверять. И это проверил Игнашевич Сакенфеев. Понятно. При встрече. Так всех иностранцев, всех так проверяют. Интересное, конечно, крещение в команде ЦСКА проходит. А вот, Шариф, у меня такой вопрос. Ты в Афганистане вообще бываешь? Нет, пока не был, но есть плава. А, например, о национальных блюдах что-то слышал? Знаком с национальными блюдами? Ну, конечно, коронное блюдо в Афганистане – это плов. Афганский плов такой есть. Афганский плов, да. Ты пробовал его? Да, конечно. Он сильно отличается от наших? Да, он немного длиннее, своеобразен, не скажу честно, вкуснее. Отец часто его привозит с Афганистана. И так с семьей садимся и кушаем. Замечательно. Ну, мы так плавно перешли к рациону у футболистов. Что вы кушаете? У вас есть конкретная диета? У меня нет, честно говоря. С моей структурой можно все подряд мить. Это тебе сказали фитнес-тренера в Анжи или это ты сам так? Это я сам так питаюсь. То есть у вас не слезят за этим? Ну, слезят. Мне надо слезать. Потому что… Я меньше хлеба должен есть. А так можно, в принципе, все. Так, да. Мороженое, пирожное. Ну, в меру, конечно. Хорошо футболистам Анжи, я смотрю. Понятно. Тренировки каждый день проходят у вас? Или у вас несколько? Один день в неделю у нас выходные. А так каждый день. Каждый день тренировки. Сложно вообще? Ну, особо нет. Легко дается. Легко дается. Ну что ж, как вообще настроение в команде? Вы рассчитываете удержать третье место? Или хотите подняться выше все-таки попытаться? Или как бы есть опасения, что можете упасть чуточку ниже? Не, я думаю, упасть нет. Ну, постараемся подняться на вторую строчку, но будет трудно. Ну, вот я о чем и говорю. В чем причина нестабильной игры в последнее время Анжи? Неужели? Вот просто я, как человек, который общается с фанатами клуба, со зрителями, болельщиками, я часто слышу, что все сводит к тому, что самба-защитник ушел в Queen's Park Rangers. Который вылетел. Да, который вылетел. Но я думаю, что он как бы был к этому готов, потому что оно и так было. Этот клуб был на последнем месте. Действительно ли в этом причина? Или же все-таки в том, что вам разрешают все кушать? Думаю, нет. Да, сам посильный футболист, но, думаю, не является причиной спада. Команда играла хорошо довольно-таки в долгий период, и у каждой команды бывает спад. Или, может быть, кубоку и фату, что вы проводили по несколько игр в день, в неделю. И график был очень жесткий. Я думаю, команда просто еще не такая уж опытная, что от нее болельщики требуют сразу первых мест. В прошлом году на пятом закончили, в этом есть на третьем закончили. В следующем можно уже за первое выбор. Еще интересный вопрос к вам есть. Вы вообще знакомы с звездами Дагестанской эстрады? Немножко знакомы. Немножко знакомы. Вы не заметили такую интересную тенденцию, что как только Анжи начал поднимать рейтинги, неожиданно все певцы начали петь песни об Анжи. Причем некоторые из них выпускают по три песни в год. С чем это связано? Ну, я, конечно, Тимара исключаю из этого списка. Это единственная достойная композиция, которая спета и клип снят вместе с ЭТО. Ну, в общем, со звездами Анжи. Если снимать клип, естественно, снимать только такое. Ну, вот все остальное, к чему это? Неужели люди, по вашему мнению, рассчитывают, что им подарят Бугатти Верон, Сулейман Керимов или, может быть, пригласит на ужин вместе с клубом Анжи? В чем причина вот этого бума? Почему раньше не пели про Анжи? Почему петь начали, когда, в принципе, песни не нужны Анжи? Когда у них и так все в порядке? А когда были проблемы? Может, они хотят этим поддержать команду? Я об этом и говорю, что когда действительно команда нуждалась в поддержке, песен практически не было, кроме группы Кинса, которая в свое время спела одну композицию и все. А сейчас вы можете выбрать, хотите восточная, хотите лесгинка, современная, рэп, все, что хотите, есть любая песня о Анжи. Думаю, мы знаем ответ на этот вопрос и не будем говорить об этом. Замечательно, уважаемые телезрители. Все пытаются быть приближенными. Я думаю, и телезрители, и артисты прекрасно знают ответ на этот вопрос. Ну что ж, уважаемые телезрители, на протяжении всей сегодняшней передачи вы наверняка видели позади меня мяч и думали, для чего он сегодня стоит на холодильнике. Самое время предложить нашим футболистам продемонстрировать мастерство. Я не прошу вас сейчас жонглировать. Я вижу, что, во-первых, вы в таких дизайнерских кроссовках, буду говорить. Но, тем не менее, всегда вот это противоречие, что футбол и мужчины, и кухня, и женщины просто несовместимы. Ну, сейчас мы это опровергнем. Шариф, прошу. Что-нибудь оригинальное? Вот так, уважаемые телезрители, мы опровергли это замечательное выражение, что кухня и футбол несовместимы. Ну, а я вам доказал, что именно я должен был стоять в воротах сборной России. К сожалению, это не так. В общем, я заговорил с уважаемыми телезрителем. Лучше я дам возможность доготовить нашим участникам свои блюда. После чего мы вернемся и посмотрим, что у них получилось. Торговый дом и галерея «Кухонь Киргу» представляет. Поражающий своей красотой и изысканностью кухонный гарнитур «Британика». О, это классический английский стиль, что так близок к ценителям настоящей роскоши. «Британика» вобрал в себя все самое лучшее – красоту, изящество, функциональность. Известный производитель кухонной мебели «Атлас Люкс» вложил в эту модель высочайшее качество и безупречный стиль. И сделал эту модель кухни вершиной совершенства. «Британика» в нежном белом цвете адресована ценителям классической мебельной традиции. «Британика» в черном цвете с отдельным серебром – это новое прочтение английской классики. Современное, гламурное и еще остро модное. «Кухня Британика» для тех, кто для себя всегда выбирает только самое лучшее. Роскошная отделка, дорогие натуральные материалы и тщательно подобранные аксессуары – вот те неоспоримые достоинства модели «Британика», которые привлекут к ней внимание самых требовательных покупателей. Блюда наших участников готовы. Я, наверное, начну с Сирдера. Проверим его кулинарные способности. Все ли получилось, как ты планировал? Да, я сварил креветки, гарнир и салат с море-кодицы. Все получилось? Думаю, да. Думаю, что жюри оценит твои кулинарные способности по достоинству. Что ты думаешь, Ари, вообще по поводу вот этого всего? В принципе, неплохо, но думаю, затем самым поинтереснее будет. Ну, пойдем посмотрим. Салат из морепродуктов. Ну и на десерт у Сирдера коктейль клубничный. Клубника 200 грамм, клубничный микс 100 грамм, молоко 200 грамм. Рассказывай. Ну, жареная рыбка с овощами, прекрасно украшенный грибной салат. И, конечно же, шикарный на 10 черничный коктейль. Ты точно не рекламным менеджером в Анжире работал? Чтобы приготовить блюдо лосось с овощами, Шариф использовал. Лосось 200 грамм, кабачок 100 грамм, болгарский перец 1 штука, мука 100 грамм, лист салата, растительное масло 50 грамм. Салат грибной. Шампиньоны 150 грамм, опята 150 грамм, лук 100 грамм, укроп 20 грамм, растительное масло 50 грамм. Коктейль черничный. Йогурт черничный 200 грамм, ягодный микс 100 грамм, черника 50 грамм. Замечательно. Ну, прежде чем это все отправиться к нашему жюри, мне бы хотелось бы такой интересный момент подметить. Шариф снимался в клипе, да, то есть он был каким-то образом связан с шоу-бизнесом. Кстати, этот клип в исполнении, композиция в исполнении Тимара мы сейчас и посмотрим. А блюдо, как я уже сказал, отправляется в комнату к жюри. ПОДПИШИСЬ! 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 Казбия, миражи, да вы и звезды в футбольном клубе Анжи. Если ты противник, то паникуй, если ты с нами кайфуй, кайфуй. Субтитры создавал DimaTorzok Уважаемые телезрители, я, конечно, знал, что наши футболисты великолепно играют, они талантливые. Но, как говорится, талантливые люди, талантливые во всем. Великолепная еда, все очень вкусно. Я отдал предпочтение всем блюдам. Мне безумно все понравилось, так как в любом финале победитель должен оставаться один. Не надо поделиться с блюдом. Мне очень понравился лосось, так же мне понравились креветки. Креветки мне понравились больше, поэтому, Сердер, мой голос за тебя. Как я и говорил в начале, наша любимая команда, наши любимые игроки. Я не удивляюсь, что они так хорошо готовят, потому что они играют хорошо. Было очень трудно. Так же, как и в предыдущем представителе жюри, было очень трудно определить, кто из них выиграл. За креветки, за Сердер. Я попробовал блюдо, которое приготовили ребята из Анжи. Честно сказать, мне все понравилось. Все понравилось. Салат грибной, креветки, салат из морепродуктов, лосось. Все понравилось. Я даже не знаю, кто здесь выиграл, кто здесь проиграл. Даже не могу, я теряюсь об этом сказать, кто-то что-то выиграл. У них очень все вкусно получилось. То, что они играют на поле хорошо. Видно, если их хорошо на кухне пару дней постажировать, они будут и на кухне так же вести себя, как и на поле. Я предпочтение даю, ну, не трудно сказать, кто выиграл, кто проиграл. Ну, кто готовил сегодня креветки, сегодня как бы предпочтение дают креветки, что они вкусные. Ну, все вкусно, но креветки вкуснее всего. Так, за Сердера. Итак, уважаемые телезрители, галерея вкусов вышла на пенечную прямую. Ну, и самое время объявить победителя. Попрошу наших участников стать, наверное, уже в центре этой потрясающей кухни, которая находится в торговом доме Киргут, доме, в котором есть все. У нас сегодня единогласно победил один из вас. Конечно, в Анжи все друзья, все братья. Я сравниваю футбольные команды с гладиаторами, где всегда были братские отношения. Так вот, я думаю, в любом случае это победа одного большого клуба Анжи. Но в данном случае это победа Сердера Сердерова, которого я поздравляю. Шариф, я видел, как они ели твои блюда. Шариф, я тебя поздравляю в любом случае, потому что действительно все было потрясающе. Сердер, ну, вот такой вот потрясающий дебют на кухне. Так распорядились звезды, буду говорить так, потому что среди жили сегодня были и звезды. Вот эти замечательные призы сегодня получаете вы. Эту варочную поверхность от фирмы Кертис у нас получает Сердер. А вот эту потрясающую кастрюлю от фирмы Фисман из литого алюминия, кстати, с антипригарным покрытием, у нас получает Шариф. Но, помимо этого, у нас еще огромное количество подарков для вас здесь. Вот эти замечательные пакеты от фирмы Кертинг. Там тоже много чего интересного найдете. Плюс от торгового дома Киргу. Вот эти потрясающие всякие разные много чего интересного, развивающие, пишущие, рисующие, в общем, всякие безделушки. Ну и каждому из вас, я спрашиваю вас, знакомы ли вы с дагестанским творчеством, с дагестанских исполнителей. Вы сказали, ну так, немножко, видимо, намекая на Тимара, теперь в вашей жизни пусть еще будет и султан Трама. Вот так, уважаемые телезрители. Я предлагаю сейчас несколько слов сказать о том, понравилось ли вам сегодня все, как вообще получилось, и то, что планировали. Сердер, начнем, наверное, с тебя. Пару слов нашим телезрителям, может быть, даже фанаткам. Прошу. Да, передача нам понравилась. Очень интересная передача. Я никогда раньше не смотрел эту передачу. То есть, из того, как сам участвовал, будем смотреть. Ну, одну, как минимум, ты точно посмотришь, мне кажется. Шариф. Спасибо за приглашение. Передача, на самом деле, хорошая, прекрасная кухня, вообще, установка, атмосфера, все супер. Спасибо. Спасибо вам, ребята, за то, что нашли в своем плотном графике время для галереи вкусов. Вы, уважаемые телезрители, можете голосовать за наших сегодняшних участников под цифрой, кстати, 10, юбилейной. По номеру 4647, пробел Киргу, и номер участника, за которого вы хотели бы проголосовать. В данном случае это игроки команды Анжи под номером 10. Все вырученные средства с СМС пойдут в фонд больных детей, потому что торговый дом Киргу не безразличен не только жизненным каждой семьей, но и, конечно же, наших больных детишек в частности. Спасибо, Фисман, спасибо, Кертис, за то, что предоставили такую потрясающую технику, посуду и кухонную утварь, благодаря которой сегодня даже игроки, которые не так часто бывают на кухне, смогли так легко и здорово справиться, что вели в тупик нашего шеф-повара. Уважаемые телезрители, я с вами не прощаюсь, а говорю до свидания, до следующей недели. Увидимся, услышимся. Галерея вкусов на экранах ваших телевизоров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова